15 августа в администрации Каспийска состоялось награждение юного шахматиста Айдана Гафурова за отличные результаты в спорте и большой вклад в развитие шахматного спорта в Каспийске. Отметим, что накануне мальчик занял третье место по России в первенстве по шахматному спорту среди ребят до 9 лет, где всего принимало участие порядка 400 детей. Старший тренер детской юношеской школы города Каспийска Александр Смоглиев поделился, как юный Айдан добился успехов. Сыграл с детьми, которые на 2 года его старше, тоже показал очень замечательный результат. То есть там по рейтингу он, по-моему, был, если я не ошибаюсь, где-то 10-м, а занял там выше него по рейтингу были шахматисты, но он просто за 8 туров обеспечивал себе полностью первое место. Даже за тур до конца он уже был недосягаем до своих противников. Впервые Айдан Гафуров начал профессионально заниматься данным видом спорта в 2020 году во время карантина. Он подсматривал за игрой и уроками старшего брата, который также увлекался шахматами на профессиональном уровне. Я по микрофону объяснял позиции, разбирал. Я слышу такой небольшой детский голосок, который подсказывает его брату, причем подсказывает очень правильное решение. Я немножко удивился, я говорю, а кто это? Он говорит, это мой младший брат, он тоже заинтересовался шахматами. Ну, то есть, знаете, как бы один раз попадание, да, два раза попадание, да, но он практически все, что я давал его старшему брату, он практически все правильно оценивал, тоже все говорил. Стоит подчеркнуть, что прошло вручение с участием президента Федерации шахмат Республики Дагестан Джакая Джакавова, заместителя главы Каспийска Гусейна Умкулиева и исполняющего обязанности начальника управления культуры города Каспийска Набизалова. Гости мероприятия поддержали шахматиста, а некоторые даже поделились своим опытом на пути к успеху. Мне в свое время повезло, у меня первый тренер, когда увидел, что я его перерос, и он меня не стал удерживать. Многие тренера, они держатся, ну, там, для зарплаты, для имиджа, они держат ученика и как бы его не отпускают, потому что все блага от него идут, вот попался в руки такой талантливый. Но мне повезло, мне тренер сразу, наоборот, сам сказал, надо туда, родителям, все, меня направил, куда надо, и поэтому я не потерял время. А многие ребята, к сожалению, теряют время. Не все же, многие тренеры чисто любивые, эгоистичные бывают. На сегодняшний день юный шахматист готовится к первенству мира, который пройдет в Египте в октябре текущего года.